Поход в сказку – давняя туристическая традиция нашего города. По весне на Уральсе отправляются к обелиску Европа-Азия. В районе нашего города он появился больше 30 лет назад благодаря стараниям активистов туристического клуба «Кедр». С тех пор все любители туризма на границе двух времен года отправляются в воскресный поход. Поход в сказку – это традиционное мероприятие, которое мы проводим в спортивный клуб «Кедр». Много людей, люди преодолевают такое большое расстояние до нашего столба Европа-Азия. Мы же живем в таких замечательных географических условиях. Из Азии пришли в Европу, погуляем в Европе и обратно вернемся в Азию. В этом, наверное, уникальность нашего географического положения. Это спортивно-массовое мероприятие для всех наших жителей города. Обычно на него масса-масса, до тысячи человек приходят. И хороший подъем сюда, эти веселья, гуляния, встречи. Ну и, конечно, пожелать хотелось новых встреч. Самое главное – здоровья. В минувшее воскресенье активисты преодолели пешком 5 километров до знака Европа-Азия. Участниками пешего похода в этом году стали 845 человек. Солнечный день собрал поклонников энергичного отдыха. Провести время с пользой горожанам помогли члены турклуба «Кедр». Туристические конкурсы стали проверкой ловкости и сноровки горожан. Конечно, выход на природу не обошелся без посиделок у костра и танцев. Программу для жителей приготовили участники театра игры «Цветик». Мы показываем игровые программы для детей. То есть мы играем со зрителями и делаем их счастливыми и веселыми. Это очень интересно, забавно, весело. Нелегко, но этому надо учиться. Ходим каждый год вместе с семьей, с родителями для просто поддержания хорошего настроения. Не более того, развлечения, отдыха. Хожу каждый раз, на самом деле. Это праздник души. Это праздник. Хорошо, что такое большое количество людей собирается, с детьми идут. Очень радует, что люди ходят в лес, не просто сидят дома. Для Вики Афанасьевой поход был давней мечтой. Преодолеть такое расстояние самостоятельно не представлялось возможным. В этом году девочка, наконец, побывала у знака и увидела, что такое новоуральский поход в сказку. Мечта была большая, давно у ребенка сюда съездить, вот на эту поляну сказок зимой. Летом ведь не выберешься сюда. Хотим выразить благодарность всем, кто организовал нам поездку в такое замечательное место. Я много слышала об этом столбе и хотела на него взглянуть. И вот моя мечта сбылась. В рамках похода курсанты военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия» выходят на учения. Свои знания ребята проверяют на практике. Перед каждым стоит задача отработки навыков специальной тактической подготовки. Мы вышли сегодня с полевым выходом. У нас обустройство лагеря, его маскировка, заготовка дров, приготовление пищи на костре. Ну и еще много боевых задач. Специальная тактическая подготовка, огневая подготовка. Поэтому полным ходом работаем. Такая прогулка – прекрасное лекарство от стресса. Свежий воздух, запах костра, конкурсы и отличная погода создали хорошее настроение. Поистине сказочное воскресенье надолго останется в памяти новоуральцев. Ну а в следующем году на границе Европы и Азии туристы увидятся вновь. Валерия Конева, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.